Привет всем стратегическим жевжикам и жевжикам, которые занимаются любой другой деятельностью. Я не знаю, возможно есть среди моих зрителей жевжики-шиномонтажники, жевжики-ассинизаторы, жевжики-акушеры и жевжики-депутаты. Все, все, всем рады тут. В Вавилонии, на уровне сложности божества, в Seedmare Civilization 6. Если вы случайно на это видео наткнулись и все еще не считаете себя жевжиком, как бы противитесь сущности своей, то, конечно, переходите к первой серии, начинайте смотреть с самого начала и получайте удовольствие. Ну а спонсоры канала, спасибо им за поддержку, все серии видят сразу во вкладке сообщества. Давайте продолжать, более-менее тут отбились от всех, даже союзицы заключаем, но вот в темный век. Так, свалились в очередной раз, правда вот я смотрю только у моих соседей, а вот почему везу ко мне, и не у всех моих соседей золотой. Только у Гильгамеша и Паундмейкера, которые моими соседями не являются. Это здорово. Давайте возьмем теперь, наверное... Блин, и район вроде ничего, и реформы денежного обращения вроде ничего. Ну, евангелистов точно нет, и здесь живут драконы точно нет. Вот как вы думаете, что я буду больше строить? Давайте, наверное, монументальность. Вроде и районы, и здания... Да, видите, таракотка... Таракотку сейчас уже сушить, и может ее отложить? Может ее отложить до шпионов? Какая вероятность, что кто-нибудь еще ее построит, а? Как вы думаете? Вообще велика вероятность на самом деле. Не, давайте, ладно, достроим уже. Фиг с ним. Давайте уже достроим. Так, еще счастье привалило. Пошли города Эфиопии исследовать. Так, тут, в общем, тоже пройти никуда невозможно. Мехико все в горах. Где наш там рыцарь без страха и упрека? Надо постоять полечиться, а то там... Нет, давайте, может, я ускочу вообще нафиг отсюда. Вот так. Так, потому что больно. Так, ну и меня обвинила Корея, я только радуюсь, что мощь меньше, чем у меня. Поэтому вряд ли она будет что-нибудь предпринимать. Так. Этот рабочий у нас идет убирать... Вот я думаю, стоит ли мне ждать... Не, ну я этого инженера пропущу. Следующий вообще не скоро. Получит. Наверное, надо будет урорку уже начать. Так, ну это один ход. Я уберу сначала улучшение, а потом камень. Поэтому... Поэтому... Тут надо бы... Давайте, может... Давайте, может, пока театралку вот сюда бахнем. Вообще... Где у нас еще, возможно, театралка? Еще, возможно, театралка здесь. Ну, потому что тут будет чудо, да? Ну, это плюс два всего лишь. Я понимаю, что здесь пока ноль. Типа, вообще ничего. На самом деле будет тут плюс один от этого. И я, наверное, еще в Вавилоне тут театралку поставлю. Ну, или какой-нибудь район. Не, вообще как-то странно. Что-то мне не хочется пока театралку тут делать. Вот тут, конечно, театралка зашибись будет. Хотя давайте ее сразу в очередь поставим. Так, у себя поставили. Так, отлично. Угольную чуть позже дайте. Хотя, конечно, и угольную бы стоило. Потому что скоро... Я вообще следующим ходом поставлю бонус от промышленной зоны. Так-то. И, соответственно, будет и на угольную электростанцию влиять. Блин, да мне и оружейная нужна. Так, сколько театралка? Три ход. Давайте все-таки сначала оружейную, потом театралку. А потом угольную. Вот так. Такая тут очередь будет у меня в этом городе. Так, а что же в Рапикуме? В Рапикуме. Рапикуме. Ну, я бы, наверное, ищу строителя. Потому что вот тут можно вырубать. Видите, тут. А мы сейчас будем... Да, тем более один ход как раз то, что надо. Так, отлично. Значит, убираем здесь улучшения. Так. Что здесь? Я могу... Так, тут равнина. Давайте, наверное... Давайте, наверное... Ладно, давайте тут будем вырубать. В Машкан-Шапире полгум. Слушайте, полгум все-таки крутое. У меня что-то еще нет. Знаете, что его в новых городах вот прям чуть ли не первым надо строить. Потому что он и жилье дает. И еду сверху. Так, Гильгамеш, ты меня вообще расстраивал? В прошлых северах я тебе вообще ничего давать не буду. Ваше посольство станет желанным украшением для нашей столицы. Несомненно. Так. В общем, мне войну может только Колумбия... В смысле, начинается? Так, она в прошлом уже началась. Нет? Так, стоп. Давайте за колумбийца проголосуем. Я думаю, там многие за него проголосуют. Так, новые районы осуществляют культурный захват. Тут я за себя проголосую. Я бы очень хотел второго Хаммурапи найти и посмотреть, как он развивается. Вот честно. Слушайте, мне, знаете, такое ощущение, что именно его и вынесли. Вот. Помните, там один одного какого-то компьютера вынесли? Так вот, я думаю, что это был Хаммурапи второй. Так. На 100% больше генерирует Гильгамеш. И неизвестный игрок, ясно. Я видел банков, который написал 24-часа банки. Но я не знал, что много. Ты не можешь идти, арестивая гильда Тиевских гильд. Я имею в виду, мы будем делать это все время. Так. Так, а банковская, это почему я открыл это за счет чуда построен? Ну, тут мы, конечно, конечно, поставим соседство промышленной зоны. Вот сюда. Ммм, у нас тут интересные есть. Давайте, может, изоляционизм. Что нам? Все остальное нам не надо. Вот изоляционизм. Мы сейчас никакие города ставить точно не будем. И поселенцев. Я уже все поставил. В принципе... Хотя... Подождите, сколько у нас вообще... Караванов внутренних бегать? У меня что-то в основном... Да, у меня внутренних только два каравана. Так, я хотел посмотреть... Ой, переработка. И... Не понял. Да, наверное, кто-то скажет, что мне надо... Я же рассказывал в описании этой цивилизации, что мне надо было рашить великую библиотеку. Но на божестве это просто нереально. Это просто все чудеса практически уходят. Так. Я не понял, за счет чего у нас открылось столько... Банковское дело за счет чего открылось. Что дает озарение? А, гильдии. Так, гильдии мы открыли. Поэтому это понятно. Хорошо. Индустриализация, литье, военная наука. Это все. Вот переработка каким образом открылась. Две угольные электро... О! Слушать. Так, я сейчас нефть тут... Так, и что еще открылось? Что-то еще открылось. А, Counterforce открылся. Это за счет... Да, круто, слушайте. Это сейчас круто все пооткрывалось. Картография. Картография. 9 на 12. Ну вот это нефть. Есть ли у нас нефть? Ну конечно, какая у нас может быть нефть? Ну серьезно. Это только с углем завезло хотя бы. Так. Нефть. Китай. Аксум. Блин, слушайте, я бы Аксум как-нибудь... Он сейчас вот отвалится. Нет, не сейчас. На другой стороне нужна мне прямо вот сейчас нефть. Конечно, в будущем нужна для пехоты. Я бы вот в пехоту вышел, и нефть была бы очень круто. Так, разведчик. Обнаружен герой, которого я, конечно же, не могу... Очевидно, да. Вот. Хамико. Только Хамико еще не погибло. Все остальные уже погибли. И Ипполита. Что дает? Автоматически восстанавливать 20 очков здоровья на каждом шагу. Нормально. Это 70 мощь в рукопашной. А какая мощь вот у Химико? Где ее? Тут ее, может, к ней не написано. У этой 70 уже. Тут, правда, 78 у Геракла. При перемещении не получает штраф за движение по холмам. А, ну это, кстати, у Гильгамеша. Вот это Ипполита. Слава богу, на меня она не нападала. И Артур у Америка. Ну, я так понимаю, что я без шансов героев получить. Против компа. Так. Иду дальше. Давайте апнем. И можно, кстати, его проапгрейдить в следующего... Или мне нужны деньги. Я вот думаю, взять... Взять еще губернаторов. Ну, я, конечно, буду сейчас зал для приемов строить, а потом разведывательную. Или прокачивать пингалу на культуру. Нет, давайте брать еще губернатора. Наверное, давайте Лян. Причем... Лян можно как раз в Эшнуну, потому что тут уже все клетки, которые, возможно, захвачены. А, соответственно, Рейну... Вот в Кар-Кар. Чтоб быстрее клетки захватывались. Ну, а Виктора... У нас Тутуль и Машкан Шапир, да? Наверное, скорее в Тутуль я бы хотел. Вот так. Хорошо. Тут бананчики. Почему не достроил? Сроде как один ход был. Не хватило, наверное, про это. Тогда я тут пропущу ход пока. Чтоб это достроился. Так, тут ничего интересного. Объявлена охота за моим рыцарем. Алярма. Спасаемся. Да, тут, конечно, наверное, Зулсу не повезло с пустыней. Очень сильно, судя по всему. Посол. Ну, никуда. Пока вот Лиссабон еще встретили. Тоже, кстати, можно было бы туда послов отправить. Но не сейчас. Да, я тут, кстати, не поменял. В итоге. Давайте. А, нет, я не буду лицензировать. У меня всего два каравана. Поэтому нету смысла. Значит, бонус от промышленной зоны. Надо ли мне клетки покупать? Я вот думаю. Наверное, нет пока. Давайте я пока не буду клетки покупать. Кстати, можно два действия поставить. Да, там сейчас как раз я строителя закончу. Кстати, и инсулы вроде должны. Ну, ладно, инсулы пока не сейчас. Так, ну и как у нас тут производство? Пять. Четыре. А что, тут всего два, что ли? Нет, тут восемь уже. Ну, это видите. Неверная. Значит, тут десять. Да. Десять. Восемь. Класс. Так, тут можно убрать меточку. Ну, в принципе Хоть в чем Вавилон Так это в выходе В фабрике очень-очень Помог Вообще, знаете, странно, что То есть, получается, этих героев И всего семь И получается, первые семь цивилизаций, которые их нашли Они имеют очень большое преимущество Например, если играть в сетевой партии На десятерых, предположим Трое человек просто без вот этих героев Не кажется ли это Имбалансно Немножко Блин, 354 Так Что-то мне это не нравится Может мне стоит возвращать Армию Корея Ну, потому что И она меня единственное осудила Мне это не нравится Сейчас я вам скажу Так Удаляем Камень Ставим сюда рурку Удаляем Так, тут же на холме, да? Да 8 ходов Так, еще вот тут я удалю Только тут я шахту поставлю Тут пойду удалять Так, в принципе, красота Че, апать разведчика? Не апать Наверное, все-таки без Без наемников Без карточки С наемников не буду Так, тут шахту Стоп, амбар Мы попозже Сначала зал для приемов Потому что зал для приемов В общем-то и даст жилье А потом мне надо сразу Развед Разведуправление делать Мне надо тырить техи Так, ну у меня остался Последний город Давайте, наверное Давайте, наверное Омани туда Направим Последний город без губернаторов Я имею ввиду Фух Так Тут эти полгумы Заканчиваются Тут зал для приемов Который повысит мне Выхлоп от всех моих губеров Так, давайте-ка в рост 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 Оружейные Мне сейчас откроет Откроет мушкетеров Каменолом еще плюс к производству Тоже важное, кстати Но проблема в том, что все равно Я их не могу делать без селитры Так, давайте смотреть, что Это я не могу ускорить Это я не могу Уничтожить рога По помощи мушкетера Ну, не знаю Две бомбарды И мушкетеров я не могу, собственно, составить Из-за отсутствия селитры Кто-нибудь может со мной селитрой поторговать? Вот Паундмейкер, например Нет, видите, восклицательный знак Значит, что он не торгует Эфиоп И колумбийц Не-а И колумбийц Не-а Да Так, давайте Делегации отправим Так, что-то тут какие-то уже требования начинаются Нездоровые Какую Какую бы мне Так, может мне Так, с Китаем у меня и так Союз А у корейской с кем союз? Ни с кем То есть, если она мне объявит войну То, соответственно О, только она там еще и с Зоусом воюет Плюс одно производство от каменоломен Отлично Так Четыре Заряда Тут Два Надо Леет у каменолом Давайте вот эту Пойду сюда Эту каменолом Не обработаю А потом еще Уголь Обработаю Еще могу повысить Так, а что мы тут еще открыли? Почему у меня Возможность Принять политику Появилась Непонятно Давайте посмотрим Как я могу Ну, это шести человек Надо там Монархию или эту Открыть С тремя Ну, вообще я могу Вон Извините Кавалерию Делать Так То есть Если он со своей Да Могу Это у нас Промышленной Эры А у меня есть Карточка На кавалерию Для промышленной Эры Нет Древнего мира Анти Ну, там И там В монархии Это я точно Помню Вот Божественное Право Ну, что Может Открыть На всякий случай И Кавалерию Хоть какую-то Постой Ну, меня Смущает Это Эти рыцари Корейские Ну, я, конечно Дипломатическую Службу Очень хочу Открыть Давайте, наверное Дипломатическую Службу Потом Монархию О, блин Тут еще и дофига Всего открывать Надо до нее Да Ну, надо У меня тут Один Сосед Есть Поротый Корейский Который Все хочет На меня Нападать И меня Убивать Жутко Блин, даже Не могу Этих Улучшить Че делать Как вот Без селитры Тут играть Что за Что за Приколы Игра Просто игра Что за Приколы Так Тридцать пять Накоплено Мне бы тут Тоже, конечно Где-нибудь Военный лагерь Поставить В лицо Корея Кстати Мне вот Эту клетку Надо Выкупить А то Я там Ничего Не смогу Рядом С правительственным Районом Бахнуть И Вавилона Вот это Так Холмы Сколько Зарядов Один Знаете, наверное Лучше Рисоп Работаю Тогда Блин, я хочу Где-нибудь Тут рыцаря Полечить Постоять Не, вот это Это слишком Крутое здание Я считаю Если у вас Города на реках Если Вавилону Реки завезло Это как-то Очень круто По моему Скромному Мнению Давайте Наверное Еще Строителей В этих Обоих Городах И мне Надо Где-то Еще Торговца Это Блин Знаете Наверное Последнего А, так Мне его Некуда Сажать Давайте Тогда Прокачивать Пингалу На Культуру Ну вот Уже Вавилон По жителям Догнал Так что Нормально Так Стоп Тут Еще Не Амбар Тут У нас А, ну Я не могу Развести Управление Пока Не принял Да Точняк Дипломатическую Службу Как раз Для Шпиона Собственно Открываю А мне Надо Еще Правительство С шестью Ячейками Блин Ну он там Со всеми Воюет Какой у него Еще сосед С кем Мне союз Заключить А он Со всеми Уже С Зулсом Воюет Она Точнее Да И с Шумером Шумеры Очевидно Где-то Где-то Тут Находятся Меня Радует Что Лидеры По науке В принципе Сцепились Маля Я конечно В переработку Вышел Это вообще Трындец Да Но наука Тут Сейчас Посмотрим Насколько Будут Хорошо Шпионы Для меня Работать Да Ваше Посольство Станет Желанным Украшением Вообще Меня там Спрашивали В комментах Что я Дипломатическую Площадь Редко Строю Сейчас Я думаю Что мне Надо бы И построить Так Вот этого Мы пропускаем Бессмысленные А вот Это Наверное Можно Взять Ваши Торговые Пути Ваши Города Дают 05 Золота Для каждого Указанного Специализированного Района Да Этого Возьмем Следующий Тоже Хороший Ну и этот Хороший Так Ждем Когда Компьютер Заберет Инженера Тут конечно Надо бы Каждый ход Проверять На самом деле Так Кто будет За Эфиопией Интересно Как Конечно Выглядит Что это Пангея Больше Чем Континенты Но я думаю Что мы Найдем Сейчас Какие Цивилизации Давайте Все К перемещению А Слушай Так У меня тут Прокальтирует Ну это все Таракута В армии Давайте Возьмем Наверное Длиннобойных Атак И пойдем Спокойно Все Зоусы Исследовать Четыре Ну Лиссабон Все Последний Герой И Тоже Забрал Кто Кстати Корея Что за Хунахпу И Жбаланки Возрождение Близнецов Любой Обычный Наземный Юнит Убитый Хунахпу Ижбаланки Воскресает Под вашим Командованием С полным Запасом Очков Здоровья Очков Движ Нифигасе При перемещении Получаешь Страв за движение По лесам И тропическим Лесам Ну Короче Обалдеть Обалдеть Я бы оставил Эти тропические Обратите Обратите Внимание Вот театралка Тоже Сразу С амфитеатром Потому что Это первое Здание Вообще Прикол Что Смотрите Для Вавилона Сколько мест На кампуса На плюс 5 Сгенерировалось Тут плюс 5 Тут плюс 5 Тут плюс 5 Тут плюс 5 Охренеть Да Блин Давайте Наверное Рабочих Еще Мне надо Конечно Тут дамба Неплохо Была бы Ну вот сюда Может Дамбу Хотя у меня Ни разу Эта река Ну блин Тут у меня Все Мой правительственный Район Стоит Давайте Наверное Дамбу Не хотелось То есть Это единственное Место Где у меня Может быть Разлив Реки На самом Деле Поэтому Я лучше Тут Обезопас Обезопас У себя Так Кстати Надо по городам Чтобы они Все росли Пройтись Да Все растут Отлично Рисик Ну что Корея Будешь Нападать Не будешь Че там Как там Так мало Людей У меня В империи Это вроде Норм Обидно Вообще Конечно Звучали Его слова Что-то Зулус Купил Армию Мехико Это Можете Поставить 50% Шпионом Ну и Вот эти Учетные Банки Тоже Неплохо Учет Учетные Учетные Банки Учетные Может Вместо Вассалов Поставить Плюс 50 Хочу Шпиона Построить Побыстрее Ну мне Нужны Ускорялки Так 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 Вот он Так Сделаем Что-то Какой-то Караванчик Прям Даже Бегает Он Раньше Тоже Бегал Вообще-то О Уже Этот Начал Отправлять Ко мне Ну Ко мне Бы Побольше Караванов Что-то Маловато У меня Тем более Карточка Стоит Я бы Получал Побольше Еды И Производства О Другой Ну Какой-то Огромный Континент У нас Получается Я в самом Его центре В самом Центре Этого Континента Так Несомненно Этот Камень Мы Передаем Репикуму Потому Что У нас Рурка Будет Давать На все Эти Штуки Бонус Солидный Пожалуй Тут Постаю Может договориться С Золусом Проходе Так Мне тут Что мне Для баллистики Надо Два Форта На своей Территорией Так Это мне Нужен Военный Инженер Военный Инженер У нас Здесь Здесь Мне бы Железную Дорогу Еще Возможность Строить Но У меня Железа Нет Да Наверное Железа Уже Стоит Торговать Как-то Блин А правый Двигатель Я Ученый Ученого Шпиона Я строю Да Ну тут Сейчас будет Достаточно Жилья Потому что Амани Пребудет Так Что нам дальше Открывать Навигация Нам не нужна Военная Тактика Нам тоже Не нужна Замки Я открою Осадную Тактику Я открою Универы Ну у меня тут Два варианта Либо универы Либо картографию Запретный город Уже построили А тут мне вообще Ничего Ну что Мне Я даже Ничего построить Ну а Давайте пока Книгопечатание Тогда Будем Открывать Хотя я и то и то По идее могу Шпионами Украсть О Обещание Китаю Выполнил Кто там У Мехико Не буду Наверное Ничего Менять Строители Промышленная Зона И Шпионы Быстрее Создаются Зулус Да Забрал Да У Мехико Все Юниты Если у меня Корея Угонит Руку От рука Она Может Кстати Угнать Я Ливну Из игры Все Так Как вы думаете Куда мне лучше Идти Вверх Или вниз Внизу Мне кажется Леонора Поэтому Пойду Вверх Пока Так Ну Ну давайте Бананчики Бананчики Пообрабатываем Так Тут Конечно Уголь Нужен Но Нету Денег На покупку Да Блин Зря Я походил Надо было Посмотреть Что мне тут Требуется Построить И где Кампус Военный Лагерь Театралка А ну тут У нас Да Отвечал Акведук Ну после Мастерской Тогда Окей Ну Можно Пробежать В принципе Так У меня Три Ну вот В каждом Городе С электростанцией В принципе Можно Мехико Вообще С другой стороны Я могу Кахокию Засюзеренить Вообще Курганы Кахокии Кстати Прикольная Штука Между Прочем Три Золота Довольство От первого Построенного Кургана В естественной Историю Еще одно Довольство Плюс Одна Единница Пищи За два Соседних Района Ну вот Это вряд Но смотрите Вот тут Я могу Например Курган Да Сделать Ну не знаю Тут бы я Не Наверное Не стоит Наверное Не стоит Наверное Стоит Не Давайте Я подержу Вдруг Еще Какие-нибудь Города Неплохие Встречи В принципе Я мог бы В Мехико Три штуки Влить И она бы Работала Потому что у меня Угольная электростанция Уже есть То есть я бы Уже три Производства В каждом городе Еще три Производства Добавил Но пока Подержу Так вот Здесь Надо Что-то Решать Уже С районами В этих Двух Городах Они Выглядят Уже Неплохо Но Нифига Не строится Так Тут надо Великих Людей Контролировать Просто Кто-нибудь Может Этого Инженера Выкупить Хорошо Что Тут С промышленной Зоной Тут Вообще Нету Никаких Соседства Тут С камнем Может быть Но я бы Ни бананы Ни этот Не убирал Отсюда Что в Каркаре Тоже Нету Никакого Соседства Печаль Хорошо Дамба Здесь Строится Да Если сюда Дамба Куда Акведук Может быть Сюда Акведук Ну значит Соответственно Сюда Промышленную Зону Значит Давайте Так Сделаем Сюда Дамба Сюда Промышленная Зона Сюда Акведук Ащет Соответственно В Каркаре Сюда Акведук А сюда Промышленная Зона Так Получается По плюс Четыре Будет Будут Промышленные Зоны Так А это На какую Реку У нас У Айкату Да Это Она Все Течет Да Нет А это У Абы Шебеля Но На ней Да На ней Не поставить И не нужна Дамба Хорошо Хорошо Давайте Наверное Стоит ли еще Так Во первых Я торговца Могу построить Давайте Я наверное Торговца Построю Пока Здесь Фу Дворец По-моему Рурку Может Все-таки Только Корея Угнать Там Где-то Про свое Голосуют Тот Факт Что Вавилон Круче Чем Любые Другие Научные Цивилизации Вот В ровном То Что Мы В лидерах По науке По количеству Технологий То есть Если бы мы Играли за Обычную Цивилизацию Так Ничего Из этого Нам не надо Вот видите Мы Где тут 33 Технологии А у нас 31 И тут Я не думаю Что у этого Там 43 Например Да Так бы Мы В обычную Игру На 78 Ходу Мы бы Коплились В самом конце По количеству Технологий Поверьте Мне Так Отправляем Конечно В Корею Будем Тырить Все В Корее О А вот И научная ГГшка Которая Нам В этой Игре Не нужна И ее Захватывает Кто-то Наверное Собственно Эфиопы Захватывает А там Еще И Зулус Наверное Они воюют С хозяином Феса Кстати Нет Алианора Тут у нее А кто А кто Теодор Рузвельт Хорошо А Теодор Рузвельт С кем-нибудь Воюют С Зулусом Как раз Понятно Так Ну тогда Здесь Наверное Сюда Имеет Смысл Коммерческий Район Ставить А здесь Коммерческий Район Сюда Ну Чтоб Такие Соседства Были Коммерческий Район Коммерческий Район Давайте Бананчики Это восстанавливается После Горения Леса Тут Видите Какой Выхлоп От этих Клеток Вообще Зашибись Да Так Здесь Ну Вырубать Вроде Ничего Не надо Все Прилечи Геон клетки Тут обрабатывает Интересно Так Вот Эту Можно Ну Я бы Вот Этот Лук Обработал Сейчас Так Я бы Подождал Пока Наверное Все-таки Собрал Или Или Забрать Ну Как бы Угля у нас Дофига И эта клетка Когда И сама Ну Добавится Зачем Спешить Знаете Лучше Обработаем Те Которые Реально Нужны Сейчас Так Ну Начну Все-таки С центра Коммерции Что у нас В Вавилоне Дамба Дамба Зачем тут Строитель Китайский Интересно Дамба Хорошо А Театралка Плюс Один Да Дипломатический Хорошо Дипломатический Квартал Плюс Один К мировому Влиянию За каждую Делегацию Или посольство Другой Цивилизации То есть Я буду Мировое Влияние Получать Нехило Так Плюс Один Посол За Нахождение Рядом С центром Города Уровень Вражеских Шпионов Работающих В этом Испешных Рынок Снижается На 2 Может Мне сюда Дипломатический С центром Города Я точно Его не хочу Ставить Нигде Причем А вот Думаю Если я сюда Его поставлю То Соответственно Сила Шпионов И в Дамбе Мне ее Не разрушат И здесь Снизится Мне кажется Стоит Дипломатический Квартал Поставить Так Я монархию Через 2 Хода Прямую Я смогу Строить Да И кстати Соответственно У меня В Вавилоне В Вавилоне Я смогу Плюс 4 Производства Если в городе Есть И Фабрика И Консульство Это мне надо Буду еще Консульство Строить Ладно Давайте Дипломатический Квартал Здесь Сделаем Блин Что там за Армия 654 Уже У Кореи Что за Фигня Успокойся Просто Успокойся Где мне Какие Ресурсы Кто бы мне Селитру Продал Кри Все Никак Да Кри Кри У тебя Дофига Селитры Че ты Как этот Собака На сене Сам Не пользует И другим Не дает Так А это А вот где Кри Кстати Вот мы Кри Нашли Слушайте А че Я с Кри Союз Не заключаю Я ж карту увижу Ой Дурак Давайте Давайте Военный С ним Заключим Ну это Оно того стоит Оно того стоит Так Мертвое море Нашли Слушайте Еще кого-то Героя Дали Мауи Так что Сколько их Всего Ну не дали Точнее Открыли Все погибли Погибли Все погибли И никто Не восстанавливал Сколько вообще Героев Блин Героические Сказания Герои Легенды Ну то есть Надо Рассказывать Какие герои Есть Да Героические Эпос Симфол Герои Ну Блин Да Класс Нафиг Рассказывать Ну их там Определенное количество По-моему Я думал Семь Ну может Восемь Кстати Может И восемь Так Куда бы нам Отправить Караванище Какие у нас тут Доступны пути Что На денюжку Максимально Вот в Адисабебу Мне кажется Неплохо Кстати на восемь Из Ашнуны И из Рапикума В Адисаду И из Каркара И из Машкан Кстати Из Машкан Шапира Так Откуда у нас бегают Вообще Из Рапикума Из Давайте Из Эшнупы Отправим Потому что Из Машкан Шапира И так Уже бегает О Класс Сразу Стало видно Ну тут Блин Аксум Я так И реально Это Эфиопская Очевидно Сидите Как Зулус Тут Ютится Слушай У них Есть территория Тут правда Вообще пустыня Сплошная Ну тут Нет смысла Уже исследовать Я так понимаю Все понятно Зулус Вообще Никакой Хотя У него 53 Науки Вот Как Укри Смотрите Укри Раз Два Три Четыре Пять городов Особенно Атак Кокуб Офигительный Город У него 117 науки Кампус Три Кампус Два Кампус Два То есть Пять Семь Да Семь науки Семь науки Кампус дает И что тут еще построено Библиотека Универ Библиотека Универ Библиотека Универ Естественно Без Электричества Так Что тут только Мастерские Тут даже Фабрик еще Нету Без Электричества Универ Дает Четыре Науки Библиотека Два Шесть Их Три Восемнадцать То есть у него должно быть науки в районе Ну знаю Двадцати Пяти Ну понятно еще от жителей Давайте еще жителей посчитаем Двенадцать Восемнадцать Двадцать Двадцать Три Двадцать Семь Каждый житель по-моему Ноль шесть Или Ноль восемь по-моему Науки дает Пять и пять От населения Двенадцать Попроще будет считать Шесть А Ноль пять Ноль пять Науки Сколько я сейчас сказал Двадцать восемь населения То есть четырнадцать Четырнадцать Двадцать пять Сколько Тридцать Девять Должно быть науки Вот вся наука У него Сту семнадцать Да Да Еще могут быть карточки Но карточки было бы Было бы видна вот здесь От соседства Она бы тут была видна Рационализм он еще мог Поставить Где у нас Тут рационализм В просвещении Да он мог туда Да он мог сюда выйти В просвещение Он собственно Тут где-то и находится Но У него Это сто семнадцать Давно было То есть я не верю Что это от рационализма Это К вопросу Какие бонусы Вообще Офигительные У У компа На все вот эти ресурсы На божестве Так нафига ему Расселяться Типа Я Мне классно Я не зашибись Сто семнадцать Науки Вообще без ничего Говняные города Оставлю Такой То есть Логику действий Компа Просто не проработали И не занимаются Ею Вообще никак Пойдем сюда вниз Раз мы тут уже Все увидели Считайте Да я реально Ровно в центре Континента Нахожусь Вообще зашибись Ровно в центре Континента Ммм Так что я тут хочу Мне тут что-нибудь надо Может Так а что я тут А тут караван Я достроил Да Имеет ли мне смысл Вырубить здесь лес Что мы вообще Так сколько зарядов Четыре Ну лес и рис Надо вырубить Так Экведук Четыре Промышленная Зона Шесть Давайте Наверное Вот так Сделаем Сейчас Ларис Он только Заскал Количество Людей Населяющих Производить В пещере Сколько он Ходов назад Горел Что у меня Мало людей В городах Опять я С этими С биполярной С биполярочкой Играю Не в плане Что у меня Биполярочка Конечно Ну у меня биполярочка Я то себя Алексеем Халецким Считают Жевжиком Это понятно Ну очевидно Что и вот у этого парня Тоже что-то Не очень Так Так Тут я по-моему Все обработал Мне тут осталось Вот этот лес Но я не хочу Вырубать Я хочу Там лесопилку Делать А когда мы Вообще сможем Это делать Нам меркантилизм Для этого нужен Я наверное Монархию Выйду Блин И что В наемнике Тенера Потом в наемнике Надо после Монархии И после этого Меркантилизм Собственно Такой план Так-то мы тут Инженера строим Строим Лесопилочка Ну пошли Наверное сюда Вот Холм Ну да Блин Этот скот Бы еще Выкупить Мне кажется Надо Это хорошая Клетка Для города Да 95 монет Что поделать Ну Оно того Стоит Я даже Не обращаю Какие там У меня Религия Уважаю Тех Кто не боится Объявить О своей Дружбе Всему миру Я уважаю Тех Кто не боится О своей Любви Объявить Всему миру Артем Адюба Ладно Так Построил Рурку Я считаю Я молодец О еще Одного Дали Сколько Этих Героев Интересно Может Слушать А может Этих Героев Столько Сколько Цивилизаций Тогда Прикольно Будет Так Ну мы Монархию Примем Конечно Потому что Замки Хочу Открыть Да Только Вот Здесь Нам Надо Ну Макеавилизм Уже Точно Мне Не Нужен Значит Давайте Содержание Юнитов Поставим Рыцарство Хочу Кавалерию Построить И Давайте Родовольство В городах За гарнизоном А не Лояльность Я как бы С лояльностью Все Есть Довольство Оно повышает Лояльность Само по себе Так А здесь Здесь Давайте Верну эти Два действия Строителям Так Мулань Мулань Получает Одну боевую мощь На каждом ходу То есть Чем раньше Вы ее Офигеть Хотя Как офигеть Ну Хорошо 150 Ход 150 Мощи Ну Это Как Ну Как Человекоподобный Робот И че В конце Каждого Хода Автоматически Полностью Укрепляется Дерз Дерзкая Такая Ну И что Этот Тоже Уже Да Да И этого Забрали Ой Я авиацию Открыл И замки Так Авиацию За счет Чего Я открыл Построить Чудо А Понял Да Слушайте Ну это Это классно Слушайте Так смотрите Какая За Вавилон Вырисовывается Комбинация Ты Значит Открываете Горное дело Три Шахты Открываете Ученичество Три промышленных зоны Три мастерских Открываете Индустриализацию Ставите рурку Никто не может Раньше вас Таким образом Вы точно раньше Всех выйдете В индустриализацию Ставите рурку Открываете Авиацию А переработка Еще параллельно Открывается Двумя угольными Электростанциями То есть у вас будет Вы увидите нефть И соответственно Вы можете Бипланы То есть Здравствуй Бомбардировщики Ну у меня На 80-м ходу Но это тупо Потому что мне Ну бипланы Точнее Не бомбардировщики Бипланы Здравствуйте Тупо потому что Мне Компьютер мешает Так я думаю На 60-м Вполне Можно иметь Открыть Авиацию Кроме того Два Биплана По-моему Три биплана Открывают Улучшенную авиацию Ну тут конечно Проблема Вот с алюминием Его вы быстро Открыть не сможете Соответственно Улучшенной авиации Конечно у вас будет Но Вы радио Никак не сможете Открыть Вам нужен Национальный парк Который Строят Эти Как его Вот эти Натуралисты Это еще не факт Что у вас Место вообще будет Еще надо До натуралистов Дойти Но выглядит Вообще Просто Ну Извините Бипланы на 60-м ходу Это тоже ГГ всем Ну они не будут На 60-м Хорошо Вам надо их еще Построить Даже на 80-м ходу Бипланы Это всем ГГ То есть Все соседи Будут захвачены Еще не факт Что у вас нефть Будет Тут у меня Например нету нефти Но вот видите Рядом с Аксумом Нефть Так В Адисабебу Отправляем Тут Ищем Источники Так Где нам Сделать Ну вот тут Наверное Тут поставлю Мне надо Два Форта Поставить На своей Территории Блин Я на болоте Наверное Не могу Поставить Ладно Посмотрим В любом случае Там я Поставлю Так Тут Давайте Вырубим Лес Дайте Наверное Лесопилку Договариваться Интересно Ну блин Что у меня Золоса Я понимаю Что у него Тут Три или Четыре Города И все Вообще Неинтересно Смотреть Ладно Давайте Открытые Границы Сделаем Все Таки Он еще Мне из-за них Заплатит Так А что у нас Торговля Ресурсами Вообще Хочу Полечиться Просто На его Территории Два Меда Укри Есть Что ему Предложить А нет У меня Что Предложить Так что Пофигу Так Зато Можно Лошадей Продать Кому-нибудь Нужны Лошади По-моему Нет Судя По всему У всех Лошади Раз Два Три Четыре Пять Шесть Семь Восемь Девять Десять Четыре Пять Шесть Семь Восемь Да Я думаю Что это Например Феопа Максимум Никуда Они даже Не влезут Видите Жаль Лошади Никому Не Так Разведательное Управление Конечно же Надо Обязательно Так Хочу Посмотреть Что мне Теперь Промышленная Зона Благодаря Мехико А Ну это Вообще Для районов Это не так Будет Показано Тут не будет Это видно Ладно Разведательное Управление Канцелярия Что дает Плюс Три А Мне еще Канцелярия Чтобы это Работало Как раз Отмех Это Мне как раз Канцелярия Нужна Три Качкам Влияние Вход Плюс Пятьдесят Науки За каждый Уровень Вражеского Шпиона Захваченного Или убит О Что это интересно Давайте Наверное Тоже построим В очередь Поставим Чеченица Тут маловато Тропических лесов Конечно Есть Но Всего Ну сколько Не знаю Раз Два Три Четыре Штуки Одна Будет занята Чеченицей Собственно Пожалуй Нет Так Военный Инженер Что тут Дальше Военную Академию Строить По-моему Военная Академия Для чего-то Нужна Чтобы Открыть По-моему Нужна Три Капера Два Аэродрома Ну Кстати Вот Два Аэродрома Откроем Геотермальную Электростанцию И два золота От лагерей Я уже молчу Про вертолет Но Вертолет Правда Опять Бессмыслен Без Алюминия Ладно Давайте Кавалерию Сделаю Тут Одну Потом Военную Академию Так Я хотел Посмотреть Как у нас Тут Рурочка 100 Производства Просто 100 Производства От Рурочки Вау Вау Она там Дает У нас Смотрите Плюс 20% Это понятно Плюс одно Производство За каждый Рудник И каменоломню В городе У нас тут Дофига Каменоломен Раз Два Три И будет еще Четвертое И рудников Тоже дофига Просто Зашибись Так Кстати Вот здесь бы я Театралку Построил Только сначала Хочу Тоже Кавалерию Просто Один ход Строится И потом Театралку Кайф Вот это Кайф Так Когда он Заканчивается Ух Я Ощущение Что я Сейчас выйду В героический Еще и Выпал Задание Кахоки Но Все равно Пока не Хочу Туда В каждом Городе С Канцелярией Электростанции С Фабрикой Или Консульством Так Ну мне Вот Когда я построю Канцелярию Мне точно Надо Мехико Будет До Шести Добить Это Будет Очень Круто Мне Кажется Корея Сцится Нападать Немножко Слегка Сцикает Такая Сцкунишка Я Думаю Может Меня На Американца Напасть Ветеранство Мародерство Дополнительные Статуи Зевса Нет Пока Ничего Из этого Я не хочу Так О Могу Опять Инженера Нет Этот Мне Тоже Не нравится А там Наняли Того Да Придурушного Надеюсь Нет Блин Забра Ну Какого Хера То То есть Этот Забрал Вот этот Который Я пропустил Потом Забрали На Как раз Чудеса Которые Я хотел Взять А теперь Мне опять Предлагают Говнину Какую Ну Как В принципе Это Ничего Тем более Что Видите Случайное Озарение Для технологии Началось Нового Время Может Взять Давайте Навозьму Да Кстати Нормально Кстати Нормально Какое Интересное Озарение Даст Обалдеть Так Мне Срочно Нужна Нефть Чтобы Бипланы Построить Выйти В современные Самолеты И На этом А стоп Так у меня может алюминия нету Алюминия у меня есть Так Все Обалдеть Мне нужны Аэродромы Во Блин Можно Да я наверное Вот тут Все таки Тогда Уберу Лесок Вот тут Аэродром Поставлю Потому что Эти я не хочу Трогать Места Так Меняем Отдаем Эту клетку Репикуму Вырубаем Хотя А что я спешу С аэродрома Если у меня еще нефть Так Мне нужен Мне нужно как-то Аксум захватить Ребята Давайте еще глянем Где у нас поблизости Может быть нефть Я пока только Аксум вижу Это Без вариантов Ну Тут упадет город По лояльности А у Аксума даже два У Аксума даже две нефти Да Ну Слушайте Аксум Мне нужен Аксум То есть Мне нужны Бомбарды Мне нужны Катапульты Кавалерия у меня есть Явно У этого чувака Нету ничего подобного Где вообще американец По развитию Вот здесь он Да Ну в кавалерии он все Мне кажется Аксума упадет Что тут у Аксума А главное с ним Дружбу не продлевать Так Хорошо А селитра какая-нибудь Есть у меня какой-нибудь шанс Кроме Потому что Я без селитры Мне Не получится Бомбарды строить Бомбарды Нет 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 Ну Сволочь корейская Нет И у Аксума еще и Селитра Да Ну и тут не поставить Знаете ребята Что я вам скажу Это мы уже Выясним в следующей серии Вообще Как сможем Аксум забрать или нет Хотя спонсоры Могут пойти Прямо сейчас уже Посмотреть Во вкладке Сообщества А вот Остальные Уже увидят Завтра Но конечно То что Видите То что я взял Этого инженера Зашибись Он мне Открыл Алюминий Зашибись Который просто По другому Ну вот Смотрите И как Реально Вавилон Может Спокойно выйти В авиацию Без всех Еще и с нефтью Да А потом Получается Инженером Которые у него будут Нормально идти Открыть радио И выйти в улучшенную авиацию У меня просто даже интересно Как у меня будут Улучшить Смотрите Насколько я опережаю И я в улучшенной авиации Реально быстрее всех буду Это просто Трындец Какой-то Просто Трындец Ну Посмотрим в следующей серии Спасибо что смотрите Играйте в луну игры Всем пока Спасибо что досмотрели до конца Я Алексей Халецкий Тот кто сделал Это видео Пользуясь случаем Хочу попросить вас Поставить лайк Оставить комментарий И поделиться этим видео Со своими друзьями Или в социальных сетях А также посмотреть Другие мои видео Ссылки на которые Вы видите сейчас На своем экране Играйте в умные игры И всем пока